Вчера был ряд громких заявлений со стороны Генеральной прокуратуры о том, что против некоторых военных открыты уголовные дела, им готовы предъявить какие-то обвинения за предыдущий этап военных действий. Скажите, пожалуйста, ряд обысков был у работников Министерства обороны. Что вам известно о этой ситуации и насколько иллюстрация, как такова, в продолжении этого вопроса, затронула Министерство обороны? Потому что мы знаем, что это коснулось некоторых толковых опытных генералов, которые были уволены. Вот что в принципе с кадровым составом, с этими скандалами и так далее? Ну я думаю, что в этом плане чехарда как была, так она и продолжается. Потому что люстрируют, Людмила, это же надо понимать, люстрируют те же, которые сами должны быть люстрированы, понимаете? И вот это все в связке, рука-рука, извините, моет, и что-то сделать будет практически невозможно. Вот получается, что в армии конкретно, к примеру, люстрировали генерал-полковника Воробьева, я других не буду называть. Я знаю, это один из лучших генералов, способных, грамотных, которые имеют еще предыдущую школу, которые, в общем-то, могли как-то повоздействовать на ситуацию, и имея определенный и авторитет, и опыт, и знания, и каким-то образом выровнять ту ситуацию, которая сейчас у нас в вооруженных силах. Его иллюстрировали. Вот. В повитерных силах командующего иллюстрируют. Иллюстрируют начальника штаба. Кто там сейчас командует, кто-то из зампобоя и так далее. То есть, обезглавили. С какой целью это делается, я даже сам не могу представить и понять. То есть, как вид вооруженных сил, повитерные силы, которые должны сейчас готовиться, в общем-то, не исключено, что и большой войне. Ведь убрали людей, которые реально сейчас отвечали за этот участок. Да, которые, в общем-то, отвечали за этот участок. Их сейчас нет. Там какой-то зампобою командует. Но вы же понимаете, что такое зампобезглавить и все. Это во время боевых действий. То я же говорю о том, что для того, чтобы иллюстрировать над этим вопросом, тоже необходимо думать. Ну и там в сухопутных войсках примерно такая же картина. То есть, иллюстрация, она пока идет с заявлениями или же с какими-то перегибами. Заявляет про одного генерала Назарова, который, ну явно, он виноват там, видимо, был в этом самом. И по Иловайскому котлу, то, что я читал материалы следственной комиссии Верховного Совета, которую возъявлял товарищ Сенченко, да? Вот, то там я вообще удивляюсь, что за генерал. У него же нету абсолютно другого разговора, кроме матерного. Понимаете, я тоже генерал, я тоже мужчина и так далее. Ну, я же понимаю, что где-то в анекдоте не выкинешь слова, да? А с личным составом, с людьми, ну, нельзя разговаривать таким языком. Ну, это, как говорят, то, на что учился. Вот, поймали его там, обвинили, вот, подозрения высказали и положили в госпиталь. Что дальше будет? Будет вымываться, отмываться. И думаю, что это ему удастся. Товарищ министр обороны ГЛТ, не слышно, не видно? Ты что, назначен на хорошую должность? Назначен на хорошую должность, почт сирили, цветы вручили и так далее. А ведь этот товарищ, который, в общем-то, на мой взгляд, непосредственно виноват в этом Иловайском котле. Ведь там погибли, можно сказать, ну, я не знаю, тысячи, но сотни наших людей, причем людей, которых похоронили уже как неизвестных. Даже матери, дети, там и так далее, семьи не могут знать, где, что, чего. Представляете, какая-то трагедия. И этого спрятали, увели, и все хорошо. Вот вам, Людмила, люстрация. Сегодня, после Майдана, после революции гидности, после всего, что мы доверили товарищу Порошенко править страной. Вот, и вот мы сегодня имеем вот такую иллюстрацию. Поэтому я думаю, что очищение будет идти дальше. Будем иллюстрировать до конца, пока не будет там наверху человек морали и чести. Продолжение следует...